Максим Ларин И помню вас как актера Если можно, расскажите, когда, каким образом вы пришли в Рязанский театр драмы? И в качестве кого? В качестве актера, студента В 2000 году я поступил в театр на курс Тогда еще художественного руководителя Жанна Владимировна Виноградовой Это был актерский курс Ярославского института театрального Специальный для нашего театра Чтобы потом эта молодежь влилась в коллектив театра Мы отучились, влились И достаточно долго все работали в театре как актеры И многие мои однокурсники до сих пор работают актерами в нашем театре А когда, как вы вообще осознали в себе вот это желание играть на сцене? Играть на сцене, наверное, только тогда, когда прошло какое-то время даже после института То есть это нечто романтическое, нечто привлекательное От чего ты получаешь удовольствие? Но вот такое осознание, оно приходит уже с небольшим опытом Когда ты на сцене походишь, когда ты начинаешь что-то получать больше, чем просто удовольствие Какой-то обмен энергиями со зрителями, если надо чувствовать Более свободно себя чувствуешь, когда уже тогда вот осознание приходит А на начальном этапе, наверное, как у всех, это нечто романтическое, непонятно Я думаю, что молодежь, когда идет в театральный институт, она представляет это как праздник Она не думает над тем, что тяжело, какая-то работа, каждодневная работа над собой Вот, поэтому осознание позже приходит И в течение какого времени вы проработали именно как актер? Ну, мы начали выходить на сцену в каких-то маленьких эпизодах, в массовке Вот как раз где-то 2001 год А окончательно, я до сих пор окончательно еще не ушел Еще есть один спектакль, где я в массовке, потому что просто нужна молодая сила на сцене Хотя у нас сейчас много ее, но это очень массовый спектакль Поэтому я пока не ухожу оттуда, чтобы не подводить просто товарищей Какая роль для вас стала самой запоминающейся? Самой запоминающейся? Как ни удивительно, первая моя роль, такая характерная, она была в сказке Когда не пришлось играть какого-то молодого человека, какого-то героя А вот нужно было пошалить, побаловаться Я играл в сказке Чаполина «Дядюшку Капусту» Долго мы играли эту сказку, ездили с ней по области И это до сих пор меня очень сильно греет в памяти Это было очень весело, интересно Ну и что же вас подтолкнуло к тому, чтобы от актерской работы перейти в режиссерскую? Скорее всего, я почувствовал в себе, наверное, что-то Что-то попробовал, решил попробовать поступить Первый год я не поступил, поступил на второй год в Щуку И там уже все это конкретно на практике подтвердилось, что есть во мне это Что я не просто могу со стороны наблюдать, я могу что-то еще изнутри делать Вот, поэтому, получившись, я сейчас работаю режиссером в нашем театре Какой спектакль первый вы поставили? Первый спектакль я поставил, это «По вампилову», такая советская пьеса «Прошлым летом в Чулимске» называется О судьбе девочки, которая только становится на ноги в жизни Которая вот только возрослела ей 16 лет И она попала в такой поворот между любовью и необходимостью, между долгом Очень интересная была работа Я считаю, очень хороший спектакль получился Он достаточно долго шел у нас в театре на малой сцене Ну и работали мы над ним достаточно долго Так как была это моя первая работа Я вначале делал какие-то заявки, потом их показывал Женю Владимировне Потом уже спустя какое-то время мы все сделали официально Декорации, костюмы и еще два месяца репетировали до выпуска Но это был очень хороший опыт И первый опыт, наверное, такой и должен быть Долгий, очень и продуманный скорее А потом уже пошел текущий репертуар Какие-то вещи я предлагаю сам Какие-то вещи предлагает театр Потому что у театра есть необходимость выпускать какие-то спектакли Вот здесь уже, конечно, сроки гораздо меньше Чем на самостоятельную работу Но интерес не пропадает Ну вот у вас, как у режиссера, есть какие-то определенные пристрастия Не знаю, может быть, к какому-то жанру Или к какому-то определенному автору? Ну сейчас у меня такие пристрастия попробовать все Максимально Попробовать все жанры Максимально попробовать разных абсолютно авторов Конечно, спустя время и по окончании института Мы видим, там, однокурсники, режиссеры Они видят, у кого какие есть стремления По крайней мере в жанре, в пьесах Может даже в тематике У кого есть способности к чему-то Кто-то может очень хорошо драмы делать А у кого-то, наоборот, чувство юмора такое Что комедии идут на ура Но на данном этапе хочется попробовать все И что у вас в ближайших планах? Сейчас мы начинаем готовить спектакль к малой сцене К феврале 18 числа будем выпускать Солярис По роману Станислава Лема Это такая некая фантастика Но психологическая фантастика Я со временем понял, что это можно сделать в театре И малая сцена как раз у нас для таких экспериментов Для таких работ Чтобы можно было воплотить что-то интересное, необычное Не знаю, насколько это получится современно Или это будет очень классично Пока это все просто очень интересно Покопаться в человеческой душе А до воплощения, когда будем доходить Уже там спустя недели-две Посмотрим, во что это будет вливаться А вообще, насколько часто в театрах ставятся Именно какие-то такие фантастические вещи? Я, если честно, впервые сталкиваюсь Да, очень редко, очень редко В нашем театре, если что-то было То это очень давно Это, наверное, может быть где-нибудь там 80-х Может быть еще раньше То есть на моей памяти такого не было Вот, но это не значит, что это нельзя сделать Мы понимаем, что, конечно, театр Он более ограничен в средствах выражения Чем тот же самое кино Но все возможно, все возможно Фантазия у зрителей есть И если ему чуть-чуть дать манок На то, чтобы он дофантазировал, додумал Он представит и космос, и гравитацию И какие-то другие миры Он все представит Он чуть-чуть подтолкнуть просто А как вы будете подталкивать? Можете немножко приоткрыть завесу? Ну да, у нас не бытовая декорация Достаточно интересная декорация Девочка-художница из Москвы И плюс еще я постарался сохранить Очень много текста из романа Который именно научный Потому что я почитал воспоминания Какие-то отзывы Лема вообще О экранизациях этого романа Он его писал как научный О душе, о космосе, о контакте С иными цивилизациями Вот, а все фильмы Они уходят немножко в любовную тему В любовную линию этого романа И поэтому много пропускается Мы сохранили любовную линию романа Но я постарался все-таки Научной обоснованности Вот это копание Что, почему, зачем это для человечества Зачем мы туда стремимся в космос Что нам интересно там И что мы там хотим увидеть Чего ждем от встречи с другими цивилизациями Я постарался это все-таки сохранить Я думаю, что даже На уровне осознания зрителя Разговора об этом Это интересно Ну, в общем, получается, это спектакль Для думающего зрителя Да, это спектакль для думающего зрителя Ну что ж, будем надеяться Он будет иметь успех Спасибо Мы желаем вам удачи в вашей работе И надеемся, что еще не раз увидим И вашу работу на сцене И вас у нас в студии Спасибо Ну, а на этом наша программа подходит к концу Мы желаем вам всего самого доброго Увидимся в следующих выпусках Субтитры сделал DimaTorzok